Время новостей на канале Абазар. В студии Наса Дубинина. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. Иммунитет оставили в силе, но едва не лишились его сами. Заседание парламента закончилось дебатами. Прокуроры зачитывают обвинительное заключение. Репортаж зала Верховного суда. Парламент не дал согласия на лишение Нодика Квецыни о депутатской неприкосновенности. Депутаты сочли недостаточными. Продъявленные генпрокуратурой материалы в связи с возможным участием Нодика Квецыни в похищении и убийстве российского бизнесмена Климантовича и его подруги. Из 27 присутствующих 16 проголосовало за, двое против, четверо воздержались. Пятеро депутатов не приняли участие в голосовании. Такой расклад в голосовании означает, что Нодик Квецыни остается под защитой закона о статусе депутата. О том, как проходило заседание сессии, расскажет Марьяна Котова. Генеральный прокурор Сафарби Миканба выступил в народном собрании с постановлением генпрокуратуры, в котором говорится о необходимости снятия депутатской неприкосновенности с депутата парламента Нодика Квецыни в связи с его возможным участием в похищении и убийстве российского бизнесмена Климантовича и его подруги. По мнению генпрокурора, в материалах дела достаточно оснований считать Квецыни причастным к преступлению. Дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Народного собрания парламента Республики Абхазии 5-го созыва Квецыни Нодика Юрьевича, а также на привлечение его в качестве обвиняя в совершении преступлений, предусмотренных пунктами А, В, Ж, С, часть 2, статьи 99, пунктами А, В, Е, Ж, части 2, статьи 119 и части 3, статьи 217 в ГУС Республики Абхазии. Теперь слово за депутатами, но они не спешат с выводами и требуют более весомых доказательств для лишения коллеги парламентского иммунитета. Тем более, что генпрокурор в начале заседания отказал депутатам в доступе к некоторым материалам, ссылаясь на тайну следствия. От того, что депутаты получат информацию, заложенную в материалы технических, наверное, депутатов не в меньшей степени сложится. Днение о том, что необходимость снятия депутатской неприкосновенности в ГУС возрастет еще больше. Я не понимаю, почему мы не можем то, что уже записано. Прошли послушать. Это главное во всем этом деле. Главное, не зная, вот это не подтвердил, для меня ничего не могу утверждать и отрицать виновность Квициния. Но виновность Квициния неизвестна и следствию. Прокуратура лишь просит дать ей шанс провести полноценное расследование. Ведь статус неприкосновенности не дает следствию доступа ни к рабочему месту, ни к дому Нодика Квициния. По словам председателя Верховного суда Романа Мужба, доброе имя депутата запятнано уже подозрениями в причастности к убийству. Только сотрудничество со следствием поможет восстановить его репутацию. И для этого необходимо расстаться с депутатским иммунитетом. Это он должен в первую очередь сам быть заинтересован. То, о чем он здесь говорит, что я не имею никакой причастности к этому преступлению. Он должен прийти и выполнить те процессуальные и следственные действия с его участием и получить подтверждение того, о чем он сегодня здесь утверждает, что его оговорили, доброе имя и репутация его все это подмочит. Нодик Квициния соглашается участвовать в расследовании преступления. Но отказаться от депутатской неприкосновенности не хочет, ссылаясь на интерес неких сил, опорочить его и посадить в тюрьму. Пожалуйста, Савар Тарасович, найдите грамотного следования, пусть проведет до конца следствие. Я буду помогать сотрудничеству. То, что знаю, чем смогу, тем и буду помогать. Я же не отрицаю. Но не надо на меня вешать вот эти вот самые. Кто это самое сделал, его надо вешать. Депутат парламента Аслан Кубахи уверен, что Нодику Квициния следует все же довериться следственным органам. Первый заместитель генерального прокурора по следствию является твоим братом. Человек, которого мы здесь утверждали. А если честно сказать, и ты подходил к нам, и ты говорил, и мы по другим каналам получали, что это очень объективный, порядочный молодой человек. Я считаю, что преступление имеет место быть. Тебе надо плотную работать с правоохранительной системой. Депутаты усмотрели во всем происходящем еще одну подоплеку. Тайная продажа земли зачастую становится предметом споров и криминальных разборок. По мнению Даура Аршба, в случае с убийством Климантовича именно этот факт и лежит в основе. Мы приглашаем инвесторов и предлагаем им темные, скрытые схемы, криминальные схемы. И они идут на эти схемы, уже рискуют, соглашаясь на эти схемы. Это мы своими решениями. По мнению депутата Беслана Будба, в Абхазии необходимо создавать условия для иностранных инвесторов и как-то обеспечивать их безопасность. К нам едут инвесторы. Они оказываются в нашей стране, в чужом менталитете, один на один, в непонятной ситуации. Мы должны придумать механизмы, чтобы инвесторы не попадали в такую ситуацию. Спикер Народного собрания Валерий Бганба вынес вопрос о снятии депутатской неприкосновенности в такой формулировке. Если большинство «за», то Ноди Квициния лишается парламентского иммунитета. А если нет, то депутаты запрашивают дополнительные материалы у прокуратуры, чтобы принять более взвешенное решение. Из 27 депутатов проголосовали 22. 16 «за», 2 «против», 4 «воздержались». 5 депутатов не проголосовали вовсе. И таким образом, из-за отсутствия кворума, Ноди Квициния остался неприкосновенным депутатом. Но на этом заседание сессии не завершилось. По инициативе группы депутатов было сформулировано постановление о снятии депутатской неприкосновенности со всех членов парламента. Для многих из них эта инициатива стала неприятной неожиданностью. И началось долгое обсуждение перспектив подобного решения. По мнению одних, снятие неприкосновенности со всего депутатского корпуса – неприемлемое условие. Для других это единственный выход из ситуации. В ходе заседания сессии парламента депутаты долго не могли прийти к общему мнению. В конце концов, спикер парламента Валерий Баганба предложил вариант, при котором отменялось бы прежнее решение парламента с тем, чтобы попросить Генпрокуратуру представить дополнительные материалы в отношении Ноди Квициния. С этим решением согласилось большинство депутатов. По окончании голосования Валерий Баганба резюмировал итоги заседания парламента. К сожалению, шесть депутатов по каким-то техническим причинам не смогли проголосовать, и это не было выражением общего мнения тех, кто в зале присутствовал. Поэтому группа депутатов собралась. Мы понимаем значимость этого вопроса. И мы не один раз заявляли и заявляем, что мы не сдаем своего коллегу, мы просто даем ему возможность и возможность прокуратуре довести дело до конца. Если Ноди Квициния считает себя невиновным, он считает себя невиновным, это ему даст возможность действительно оправдать себя, свое имя, свою фамилию. Группа депутатов Верховного совета парламента Республики Абхазия первого созыва 1991-1996 годов выступила с обращением к спикеру и депутатам Народного собрания парламента в связи с освобождением секретаря Совета безопасности Абхазии Станислава Лакоба и осложнением политической ситуации в стране. Чтобы не допустить развития событий вне конституционного поля, Народному собранию парламенту Абхазии необходимо в ближайшие дни созвать специальную или чрезвычайную сессию с участием представителей общественности и принять на ней дополнительные меры по выполнению в срок постановления парламента от 18 сентября сего года, считают депутаты первого созыва. Они выступают за необходимость пропорционального распределения функций государства между ветвями власти и осуществления ими взаимного контроля. Депутаты первого созыва предлагают создать парламентскую комиссию в составе представителей всех ветвей власти, экспертного сообщества и общественности для подготовки проекта предложения об изменениях и дополнениях глав Конституции Республики Абхазия и рассмотреть их на заседании парламента Абхазии. Сегодня в Верховном суде Абхазии началось оглашение обвинительного заключения по делу о покушениях на главу государства Александра Анкваба и убийства двух сотрудников Государственной службы охраны Тенгиза Пандари и Ремзика Сугба. Перед началом чтения обвинительного приговора председатель суда Роман Кварчия принял несколько ходатайств – адвокатов, обвиняемых и потерпевших. Подробнее Рустам Зантария. В самом начале судебного заседания адвокат подсудимого Эдлара Читанава Константин Чагава сделал заявление. Он назвал незаконным досмотр адвокатов перед входом в зал судебного заседания, а также высказал возмущение по поводу отношения к нему некоторых лиц как к адвокату подсудимого по делу о покушении на президента. Перед допуском в зал судебного заседания адвокаты подвергаются обыску, это считаю я незаконным, изнарушением нормы закона. Адвокат представляет удостоверение, что он должен проходить в зал судебного заседания без никакого досмока и обыск. И второе, уважаемые, чтобы все знали, слышали о чем вас говорили, ко мне и в прошлый раз и на сей раз подходили некоторые лица, интересовались, знаю ли я, кого я защищаю. Мы не первый день судебное заседание проводим, не первый день присутствуем на таких судебных процессах. Адвокаты, я лично защищаю свою подсудимую защиту по требованию следственных органов на предварительном следствии, по требованию судебных органов на суде. Никаких я родственников его, близких я с ними не знаю. Но вместе с тем, есть у меня, и многие мои коллеги так защищают, но есть, которые имеют соглашение составлено, и это не должно вызывать какие-то раздражения. Я прошу, чтобы все это знали. Председательствующий Роман Кварчи отметил, что примет во внимание заявление Чагава, однако заметил, что есть некоторая разница между обыском и досмотром. Далее последовали ходатайства адвокатов потерпевшей стороны. В качестве представителей потерпевшей стороны погибших военнослужащих Государственной службы охраны Ремзика Цукба и Тенгиза Пандария вступили в дело адвокаты Фрида Лазба, Кристина Лазба и Астанда Камлия. Суд также посчитал правомерным приобщить к делу иски юриста в администрации президента Давида Сангулия и Государственной службы охраны Екатерины Федяниной, а также адвоката унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» на различные денежные суммы к подсудимым за нанесенный их ведомством материальный ущерб. Оглашение обвинительного заключения, насчитывающего более 1 тысячи листов, начал заместитель генерального прокурора Дамир Квициния. Согласно материалам следствия, дело о покушениях на Александра Анкваба ведет свой отчет еще с лета 2007 года. Борцит Стамази Константинович в 2007 году участвовал в деятельности устойчивой вооруженной группы, созданной Арзенба Павлом Харитоновичем, в целях нападения на граждан, посягательства на жизнь государственного деятеля, премьер-министра республики Атхази и сотрудников правоохранительных органов. Арзенба Павлом Харитонович примерно в июне 2007 года, более точное время следствия не установлено, являясь создателем устойчивой вооруженной группы, вовлек в нее борцит Стамази Константиновича, которого посвятил план совершения просягательства на жизнь Анкваба и поручил ему найти лиц, могущих исполнить данное выступление. Согласно материалам обвинительного заключения, в период с 2007 по 2012 годы в республике действовала организованная преступная группа под руководством Павла Арзенба, Анзора Будба и Алмазбея Кчача, главной целью которой было убийство Александра Анкваба. Покушения предпринимались неоднократно и по каждому из них следствием установлено множество фактов и улик. Последним стало покушение, имевшее место 22 февраля 2012 года. На возвышенности, неподалеку от нефункционирующего санатория «Строитель», на то же место, где в январе 2012 года было совершено посягательство на жизнь Ангаба Александра Золотинского, где снова Хута Баабе и Хашигарха провели провод, который присоединили к взрывному устройству, заложенному ими у обученной дороге, справа по ходу движения кортежа президента республики Архази по направлению в город Сухом. Прибыв на место Бут Банзори Мизович, осознавая общественно опасный характер своих действий, направленный на посягательство, на жизнь государственного деятеля, предвидя возможность и неиспешность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, передал вышелказанное оружие член участникам банды Хута Баабе и Хашигарха, которые расположились на возвышенности в ожидании проезда кортежа президента республики Абхазия. Примерно в 08.20, 22 февраля 2012 года, при сплежении автомашины Toyota Land Cruiser 100, в котором находился президент республики Абхазия Англаб Александр Золотинский, вместе с сотрудниками Государственной службы охраны республики Абхазия Герри А.М., а также с другими сотрудниками Государственной службы охраны республики Абхазия и сотрудниками ДПС ОГИ ОВД по Гудаутскому району Калинджан АА, член банды Хута Баастамур Валерьянович, согласно отведенной ему роли, привел в действие вышелказанное самодельное взрывное устройство, после чего членам банды ХАШИГРХ был открыт огонь из пулемета Калашникова калибра 7,62 в направлении кортежа, а членам банды Хута Баастамуром Анатольевичем было произведено два выстрела из РПГ-26. В результате нападения автомашина, в которой находился президент Республики Абхазия Ангаб Александр Золотинскевич Toyota Land Cruiser 100, получила механические повреждения другая автомашина Toyota Land Cruiser 100, в которой находились сотрудники Государственной службы охраны, следовавшая третья в кортеже сгорела полностью в результате прямого попадания снаряда от гранатомета, выпущенного члена банды Хута БАТА, находившиеся в указанной автомашине сотрудники Государственной службы охраны Республики Абхазия ЦУД БАРХ Пандария ТВ от полученных ранений скончались, а Силагава Н.А. получил телесные повреждения. Как гласят материалы следствия, членами преступной группы было приобретено и хранилось более 20 килограммов взрывчатого вещества амманала, которое применялось во взрывах в ходе покушений на главу государства, а также масса огнестрельного оружия и гранатометов. Оглашение обвинительного заключения продолжится в ходе следующих заседаний суда. 5-6 ноября в Женеве состоялся 25-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Подводя итоги встречи, глава делегации Абхазии, министр иностранных дел Вячеслав Черегба, с ожелением отметил нежелание грузинской стороны обсуждать важные аспекты урегулирования в конструктивном духе, выходящем за рамки традиционного обмена обвинениями. Одним из таких важных шагов могло бы стать совместное заявление участников женевских дискуссий о приверженности исключительно мирному решению всех политических проблем. Грузинская сторона вновь оказалась не готова приступить к обсуждению текста совместного заявления, и оно было перенесено на декабрьскую встречу. Абхазская сторона не против возобновления регулярных встреч в Гале в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Вячеслав Черегба вновь поднял вопрос, неоднократно поднимавшийся в рамках предыдущих встреч, о необходимости выяснить судьбу похищенного в 2007 году грузинскими спецслужбами жителя Галского района Давида Сигуа. Министр обратился к новому главе мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии Тойву Клару провести тщательное расследование этого преступления. Следующий раунд женевских дискуссий намечен на 17-18 декабря этого года. Об этом сообщает отдел информации МИД Абхазии. С 1 декабря 2013 года в три раза увеличивается размер стипендий аспирантов Академии наук Абхазии. Постановление об этом принято сегодня на заседании Кабинета министров. Если ранее не получали 1000 рублей, то со следующего месяца стипендия будет 3000 рублей. В настоящее время в аспирантуре Академии наук Абхазии обучаются 23 человека. Кабинет министров также увеличил размер ежемесячной доплаты за ученое звание действительного члена Академии наук Абхазии и члена корреспондента Академии наук Абхазии. В соответствии с внесенными изменениями, действительные члены Академии наук, а их 12 человек, будут получать ежемесячную доплату 10 тысяч рублей. Ранее доплата составляла 5000 рублей. Члены корреспондента Академии наук Абхазии – 7 человек по 7 тысяч рублей. Правительство приняло постановление о повышении размера государственной премии имени Дмитрия Гулия в области литературы, искусства и архитектуры и о повышении размера государственной премии имени Георгия Дзадзария в области науки. Размер премии повышается в два раза. На заседании правительства были обсуждены и другие вопросы. Подробные репортажи об этом смотрите в нашем эфире в пятницу. Актриса Абхазского драмтеатра имени Самсона Чамба Кристина Цымсба признана лучшей актрисой на 4-м межрегиональном фестивале адыго-абхазских театров «Наш Кавказский меловой круг», завершившемся в Майкопе. Абхазский драматический театр имени Чамба представил спектакль режиссера Валерия Ковы по пьесе Островского «Бешеные деньги». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Абхазии. Студенты Сухумского госмузучилища стали победителями и призерами 10-го международного фестиваля конкурса детского и юношеского творчества «Без границ» в Санкт-Петербурге. Преподавателями юных дарований являются Джансух Чамагу и Тимур Тани. Всего в конкурсе участвовало более 300 исполнителей из России и стран СНГ. Накануне президент Александр Анкова принял преподавателей и юных исполнителей эстрадной песни и поздравил их с успешным выступлением. 22 ноября ко дню города Сочи на сцене Зимнего театра пройдет концерт опера «Джаз-буллюз». Участие в нем примут народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава и джазовое трио народного артиста России Даниила Крамера. Идея новой программы опера «Джаз-буллюз» джазово-классического эксперимента возникла у Хибла Герзмава совместно с джазовым трио Даниила Крамера несколько лет назад. Хибла Герзмава часто выступает в Сочи. В День города оперная певица подарит жителям и гостям города свое выступление в необычном для себя амплуа, как джазовая певица. Суденты из России и Абхазии примут участие в международном конгрессе и интердиалог. Мероприятие проходит уже шестой раз и впервые в Нижегородской области. Суденты из России и Абхазии знакомятся с культурой региона, побывают в Дивеево, Гороцей и Болдино. Завершится конгресс конференции сохранения этнокультурной идентичности в условиях вызова глобализации. Накануне в Абхаз в госфилармонии имени Рождена Гумба подвели итоги футбольного сезона 2013 года. Президент Федерации футбола Республики Джамал Губас, председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Щазин Авизба, а также видные деятели спорта, наградили команды призеры и назвали имена лучших игроков 20-го чемпионата Абхазии по футболу. Подробности в репортаже Астан Дарзенба. Игры 20-го чемпионата Абхазии по футболу позади. Острые передачи, яркие голевые моменты, громкие удаления – все это надолго останется в памяти любителей абхазского футбола. По завершению чемпионата и всего футбольного сезона в целом в Сухумне провели торжественную церемонию награждения победителей, предварительно подведя итоги сезона. Минутный футбольный сезон прошел не без шероховатости, но мы надеемся, что развлечем полезный урок и своих ошибок. И приложим все усилия, чтобы следующий футбольный год стал еще более интересным, дисциплинированным, задержанным и желаемым вселенным. Джамал Губаз упомянул и о розыгрыше Кубка Абхазии, а также Суперкубка. Зрителям были продемонстрированы видеоролики, повествующие о проведении в Абхазии товарищеского матча между сборными Абхазии и Южной Осетии, а также турнира среди инвалидов-ампутантов. Особое место в футбольной жизни республики занимают детско-юношеские турниры, набирающие все большую силу. Если участие футболистов высшей лиги в международных турнирах связано с трудностями политического характера, то дети принимают самое активное участие в разнообразных международных турнирах, проводимых в Абхазии и за ее пределами. Время для совместного и юношного футболиста стал международным турнирским детей в нашем Кубке Африка Цвейка. А в нем участвуют Динамо Москва, Шахтер Донецк, при счетах народа, эти топовые мировые группы прислали в Абхазию в своих маленьких молодых воспитаниях. В первую очередь в Абхазии на открытии международного турнира заключал очередь государств Едина, Россия, Украина и Турция и Абхазия. Что касается непосредственно чемпионата Абхазии, специалисты назвали команды-призеры детско-юношеской лиги, которая делится на три категории. Дети 2004-2005 годов рождения, 2001-2002 годов рождения и немного постарше юноши 99-2000 годов рождения. Во всех трех возрастных группах лучшими стали представители футбольного клуба «Нарт». Были названы и имена лучших игроков по амплуа, среди которых и юные перспективные футболисты Леон Эйник и Александр Айпа. Я думал, что там кого-то могут наградить другого, только не меня. Я надеялся, что меня наградят. Ну вот меня и наградили. На игре я проявил свою полную злость. Я играл до конца, кровь из носа. Ну, все свои силы я терял, бегал, бегал. Меня наградили за то, что когда у нас были игры, я всех игроков обматывал, давал прострелы, из-за моих прострелов все игроки забивали. В высшей лиге интрига сохранялась вплоть до последнего тура, но снова «Нарт». Столичный клуб, несмотря на все сложности, сумел выбиться в лидеры главного футбольного турнира страны. Девятый раз на традиционной церемонии награждения звучит фраза «Нарт – чемпион». Президент клуба Геннадий Цвинарио поблагодарил всех тех, кто оказывал им поддержку. Солдовая компания «Аквафон» является генеральным партнером футбольного клуба «Намо» уже несколько лет. Хочется также поблагодарить наших спонсоров. Это информационный спонсор «Абазата-ТВ», «Вина и воды Абхазии», «Фирма МИК», «Ганба Тимура», «Халва Шуматала», «Хабак Низана», «Цвинария Деура» и всех, кто оказал пассивную финансовую помощь нашему клубу. Основной наш спонсор – это администрация города Сухума. Спасибо всем болельщикам, кто поддерживал и поддерживает наш клуб. Второе место занял футбольный клуб «Афон». Обладателями бронзовых медалей стали футболисты Сухумского Абазга. Лучшим игроком турнира признан полузащитник Афона Астамур Тарба. Астанда Артемба, Эдуард Аракелян, Абазат ТВ. Сейчас о погоде в Сухуме. По сообщениям синоптиков 8 ноября в столице ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 14, ночью 13 градусов тепла. На этом выпуск новостей завершен. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова